Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в городе Владикавказ на третьем международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019». Дать интервью нашему YouTube-каналу любезно согласился олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Добрый день, Хаджимурат! Да, добрый день! Приветствую вас! Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете организацию и уровень турнира «Аланы-2019»? Ну, я третий раз приезжаю на этот турнир. Организация с каждым разом все лучше и лучше. Именитые спортсмены все больше стали приезжать. География турнира, участников увеличивается. Поэтому с удовольствием приезжаем, потому что во Владикавказе очень любят борьбу. И с хорошим настроением смотрим и восхищаемся борьбой. Спасибо! Как вы думаете, сколько медалей и какого достоинства сборная России по вольной борьбе может завоевать на Олимпийских играх в Токио 2020? Ну, если то, что касается вольной борьбы мужской команды из шести комплектов медалей, я надеюсь, что если будет три золота, ну, это мой прогноз. Это спорт, как говорится, ковер покажет. Ну, я хотел пожелать, чтобы было, конечно, мое пожелание, чтобы каждый спортсмен выиграл, но это будет тяжело. Поэтому, наверное, скорее всего, три золотые медали мы должны добыть, потому что в Рио-де-Жанейро, можно сказать, практически два было золота, но на последних секундах Гидуев, мы все смотрели, 6-0 ввел схватку финальную, и на последних секундах по состоянию здоровья не смог удержать. 6-6 закончилось в пользу иранцев, поэтому можно сказать, что почти три медали было, но в Токио будет тяжелее, потому что, мы все знаем, идет давление со стороны антидопингового, всемирного антидопингового лаборатории, и вот будем ждать 9-го числа, они будут заседать, и все любители спорта страны будут ждать решения, какое решение они примут об участии российской делегации. Ну, я думаю, что должно быть все нормально, потому что без участия Олимпийской команды России на Олимпийских играх, это можно сказать, что будут неполноценные игры, и международный Олимпийский комитет только от этого потеряет. Поэтому борьба у нас в стране развивается благодаря вот таким турнирам, как Аланы, и я думаю, что в Токио мы должны подойти, и сборная команда очень хорошая в форме. Кого-то можете выделить из ребят со сборной России? Ну, вот я смотрю, Заболов хорошую борьбу показывает. Сейчас декабрь, конец сезона, после чемпионата мира многие лидеры отдыхают. Есть молодые ребята, которые из иностранных спортсменов, американец Снайдер, Олимпийский чемпион, он сейчас будет бороться скоро, будет выходить. Две схватки выиграл. Из нашей российской команды, я как отметил, Заболов. Есть ребята, которые молодые, которые еще, может, громких побед нет, но уже они как бы показывают, кусаются на ковре. Я думаю, что успех придет. Поэтому будем болеть, переживать и радоваться успехом наших болезненных борцов. Как думаете, темные лошадки будут среди этих парней, скажем так, которые на турнире, в Снайдер, Олимпийских играх произведут фурор какой-то? Ну, исключать этого нельзя. Темные лошадки – это понятие растяжимое. Может, у него результатов нет, но перед Олимпиадой может человек взорваться, получить такое вдохновение, уверенность и в 2020 году выстрелить, пройти все критерии отбора. И почему бы нет этому? Чем сильнее конкуренция в каждой весовой категории, тем будет лучше для национальной команды. Спасибо большое, Хаджи Мурат. Нам очень приятно, что вы уделили нам время. Ну, я хотел бы ответить в конце, что хочу поблагодарить училище Олимпийского резерва, номер один города Москвы, потому что они предоставили трансляцию для любителей. В любом уголке мира любители могут в борьбе зайти на YouTube-канал и смотреть борьбу в онлайн-трансляции. Поэтому я вам благодарен. А то, что касается организации, это, конечно, много лет уже глава республики Вячеслав Залимханович Битаров, он очень любит борьбу, он помогает. И, конечно, вот этот праздник не состоялся без поддержки. И большую энергию, которую в этот турнир вложил, это Арсен Сулейманович Фадзаев, двухкратный олимпийский чемпион, сенатор от республики Северной Осетии Алании. Поэтому очень большая работа проделана, чтобы приехали в такой сильный состав. Я им очень благодарен. И с оптимизмом смотрим вперед. Спасибо вам. Спасибо большое. Удачи.